Всем привет друзья! Смотрите, вот у меня в руках финики. Штука, на мой взгляд, очень странная. Я, например, лично недопонимаю финики и, несмотря на то, что моя супруга ест их с огромным удовольствием, и я их покупаю только лишь для нее, хотя в этом даже не разбираюсь, она мне говорит, типа, ты не такие купил, надо вот такие, вот показывает мне. Я покупаю ей финики. В итоге, несмотря на то, что она в этом разбирается, я не разбираюсь, ну потому что она это любит, нет, я подумал, большое содержание железа в финиках, оно пользу приносит. И я хочу сделать рецепт, чтобы потребление фиников было не просто вот ты его съел, а оно было каким-то более вкусным, чем просто на сухую есть финики. Давайте сделаем брауни. Классический или не классический решать вам, потому что на сегодняшний день понятие классический изжило себя. И поэтому, когда кто-то говорит, я делаю классический, цезарь или я делаю классический борщ, это всего лишь маркетинг и понты, потому что что такое классика? Для кого это вообще? Ну кто нам сможет доказать, что это классика или не классика? Вот. Я, конечно же, напишу все ингредиенты, потому что это кондитерка, без этого никак. Значит, здесь у меня сливочное масло и шоколад. Вот. Сахар у нас здесь, в общем, будет только лишь в шоколаде и финиках. Для того, чтобы шоколад не подгорал, делается такая водяная баня. Простейшая. Берем сковородку, наливаем сюда воду. Шоколад здесь 75% какао. Пока у нас шоколад расплавляется, я вот что делаю. Значит, здесь у меня финики, которые нужно обработать. Финики берем, косточку вынимаем. Косточка очень маленькая, мелко резать не надо. Режем, чтобы кусочки были небольшие, но в то же время не мелкие, чтобы они, знаете, попадались. Чтобы мы не терялись, когда едим какой-то десерт, и нам кто-то сказал, типа, это десерт с пеканом. И ты такой ешь, однородную массу думаешь, а где пекан? Его что, раздробили туда, как муку добавили? Ну, тогда как бы той фишки нету, той специфики, знаете как. А когда появляется у вас вдруг, вы откусываете, и раз кусочек финика сладкого. А в другом горький шоколад, а в третьем тоже кусочек финика сладкого и так далее. Тогда получается гораздо интереснее. Я бы даже ознаменовал такой лозунг. Поставляем железо вкусно. Силиконовую лопаточку. И сюда добавляем яйца. Есть несколько вариантов. Вы можете взять яйца, взбить их хорошенечко. Так многие делают. Но, честно признаться, я не очень понимаю для чего. Мука и какао, да еще и тяжелый шоколад, все равно их придавят, опустят. Просто смешайте пока яйца с финиками. Теперь можно сюда добавить какао. Брауни это чистый шоколад. Кто-то из вас уже делал брауни. И я тут пару слов буквально о том, какой на мой взгляд брауни. На мой взгляд брауни должен быть такой. Он не должен быть сухой, как кекс. Форма может быть любая. Вы можете его отпечь в формочках для кекса. Но суть брауни в том, что он должен быть липкий, влажный. Тогда он нам всячески напоминает шоколад. Как течет шоколад, можно смотреть вечно. Завораживающее зрелище. Так, все, эта лопаточка мне уже одна не нужна. А этой мы перемешиваем какао, шоколад, сливочное масло, финики. О, какая масса получается сексуальная. В общем, когда у вас тут все вот это вот смешалось, не возбраняется облизывать пальцы, вкусно. Значит, из муки я взял 50% пшеничный, 50% цельнозерновой. Ну, по нескольким причинам. Одна из причин это, ну, типа, почему бы не уменьшить количество пшеничной белой муки. А вторая причина просто закончилась. Поэтому раз, вот так и рождаются диетические рецепты, знаете. Не, это диетическим не назовешь, потому что это выпечка, да еще и сладкая. Хоть здесь сахара дополнительного нету, но шоколад-то сам по себе сладкий. Все, выкладываем форму. Почему многие кондитеры и вообще брауни в мире чаще всего, чаще всего в квадратной форме и квадратными кусками? Для того, чтобы удобно было потом нарезать и удобно было делать так, чтобы без отходов у тебя, ты выпек целый коржик и без отходов его отдал. У меня не очень подходящая по размерам форма, потому что миллион форм дома мне хранить негде, поэтому я приспосабливаю с помощью, вот, например, фольги. То есть я ее отгораживаю, опа, и все, сюда что-нибудь положу потом, что мне не жалко будет. Ну и там примерно смотрите, сколько кусочков грецкого ореха у вас входит, немножко их утапливайте. Вот так вот, это как украшение, можно пекан, можно какое угодно, макадамия, фундук. Все, похоже на игру, кораблик, когда инопланетяне атакуют, алин, это вражеские корабли. Все, 180 градусов, 20 минут, потом смотрим, вполне вероятно, что нужно будет 30, но не более 30 это точно, потому что такой толщины брауни пропечется весь намертво, этого допустить нельзя. Да, и очень важный элемент. Чтобы у меня орехи не горели, ничего не горело, я вот так вот накрою. Духовка-то сумасшедшая, а Дед Мороз новую пока так и не привез. Орешки румяные, теперь по всей логике, правильности, брауни нужно поставить остывать. Когда остынет до комнатной температуры, тогда нужно перенести его в холодильник. После этого его хранят в холодильнике, после этого горячим ножом его очень удобно резать. Остужаем. Оп, когда остыл, режем. Видите, о чем я говорил? Ну, во-первых, пока я его доставал, я его там поломал чуть-чуть, он у меня, руки-крюки. Вот я о чем говорил, что у вас порционный кусочек идет с орешком. Как бы в идеале-то вот он, такой должен быть. Темная доска, черный брауни, шоколадный брауни. Все, в горячей воде нагреваем ложечку. Я подготовил просто пломбир, замороженную вишню. Выкладываем мороженое сюда. Замороженную вишню нарубил, с пломбиром смешал и получилось. Просто совершенно сумасшедшее вишневое мороженое. Все, украсьте, тут пара вишенок. Добавьте. И брауни готов. Где моя большая ложка? Ну что ж, ну просто пломбир обычный, очень хорошо миксуется с любыми фруктами, ягодами. То есть берете обычный пломбир, смешиваете, делаете базу, ставите в морозилку, пользуетесь. Несмотря на то, что температуры было, наверное, чуть больше, чем хотелось, да, и он прихватился. Он после остывания, масло застывает и шоколад внутри. И он такой надкусываешь, сверху вроде бы кажется, что тесто начинает сыпаться, а внутри он такой плотный. Недостаточно мягкий, как я планировал, но наступит же время когда-нибудь, господи, когда приедет дурацкая, вернее не дурацкая, а моя дурацкая духовка уедет, а новая приедет классная. И все. Значит, возможно, если у вас неконтролируемая духовка, как у меня, может быть 15 минут надо было подержать. Я бы держал всего 20. И вроде бы немного, но вот по вкусу, конечно же, божественно. По текстуре мне чуть-чуть не нравится. И когда попадаются финики, раз, такая нотка востока. Все, прощаюсь с вами. Это был я, Василий Емельяненко. Если вдруг забыли.